Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Это наше общее дело. Совершенно не важно, кто им официально руководит. Ты что, правда думаешь, что я рада получить пять висеков? Ладно. Вот смотри. Машина убитой блогерши Антоненко. Видишь? Вижу, что она не помыла машину перед смертью. Да. И на грязном зеркале два крестика, и три палочки. Что это? Я считаю, что это римские цифры двадцать три. Нет системы. Хорошо. Пристав, забитый булыжником. Рядом с ним палочка, листик, листик. Лика, это лес. Там все так валяется. Нет. Посмотри, они выложены специально. Палочка, листик, листик, палочка, палочка, листик. Это сто. Сто одиннадцать ноль. Если переводить из двоичного кода, получается семьдесят восемь. Это бред какой-то, Лика. Бред. Какие листики, какие палочки. Это твой муж программист на тебя так влияет, что тебе везде двоичный код мерещится. При чем тут моя личная жизнь? А раньше была наша. И на работе, и в остальном. А сейчас, конечно, только твоя. Ты лихо так все взяла и поделила. Ой, Паш, я давно уже поделила. Я уже давно поделила. Когда ты на каждую мою профессиональную удачу реагировал так, как будто это для тебя личное оскорбление. Да, ты мне в глаза не говорил, что женщина следователем быть не может. Ну, ты ж так считал? Ну, признайся. Ты действительно другая стала. И да, я считаю, что ты не способна сейчас руководить следствием. Продолжение следует... Спасибо, спасибо. Ну, давай, не томи, старика. Рассказывай, какие новости? Чем дышишь? На работе завал, а дома все спокойно. Леня создает идиллию, старается. Передает вам привет. Спасибо. Это Славда. У вас пополнение в коллекции? Знаешь, несколько дней назад купили сразу три моих куклы. Ну, вот и осиротил как-то мой домашний театр. Вот и решил восполнить коллекцию. Очень завораживает. Если бы не это мое хобби, я, наверное, давно бы умер. Только оно и поддерживает меня. Как будто бы не прерывается связь времен. Как будто бы шумит наш кукольный театр. И Верочка еще жива. Как будто во всем этом есть смысл. Иван Алексеевич, мы с вами всегда, и Леня, и я. Ты самое лучшее, что есть в нашей семье. Фирменный чай мой. Иван Алексеевич, а можно я тоже выберу куклу и куплю ее для себя? О, нет-нет-нет. Все эти работы, они не достойны тебя. А, если ты позволишь, я сделаю для тебя что-то особенное. Так сказать, лучшая моя работа для лучшей девушки. Я буду гордиться. Спасибо. У вас столько всего нового. Я как будто в первый раз. Ой, а это что такое? Это тоже ваше представление? А, это Леня. Леня говорит, что для моих работ, ну, для фотографий, нужен какой-то фон, орнамент. Ну, вот. Я и, когда была бессонница, сотворил это ночное небо. Иван Алексеевич, это просто потрясающе. Да нет, ну, не хвали. Ну, это просто геометрические расчеты, никакого вдохновения. Отдельно, сами по себе, это просто набор линий, фигур. Ты даже не представляешь, сколько в этом мире подчинено геометрии. Мне жаль, но я сейчас не могу говорить. Оставьте сообщение после сигнала. Спасибо. Прости, прости. Я знаю, что ты меня ждешь. Я опоздаю по-свински. Буду через полчаса. КОНЕЦ КОНЕЦ СОЛЕДА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Абонент выключен или находится вне зоны действий сети? Милый, я не сержюсь, что ты не приехала. Плевал я на эти призы. Я тебя очень прошу, позвони и скажи, что у тебя все в порядке. Я очень волнуюсь. Мы все волнуемся. Лика, позвони. Абонент выключен или находится вне зоны действий сети. Лика, позвони, пожалуйста, домой. Позвони мне. Я тебя очень прошу. Привет. Лика. Вы кто? Где я? Это я, Лика. Милая моя, ты чего? Лика. Лика, не трогайте меня, пожалуйста. Все-все-все. Хорошо. Я тебе сейчас объясню все. У тебя травма головы была три недели назад. Потом ты была в коме и пришла в себя. Ну, иди сюда. Дед, пожалуйста, уберите руки. Уберите руки. Помогите. Лика, я Леня. Я вас не знаю, пожалуйста. Лика, я Леня, твой муж. Я не знаю, пожалуйста. Лика, я Леня, я твой муж. Лика, ты меня не помнишь? Леонид, Лика, я ничего не понимаю. Все хорошо. Лейка. Я не понимаю. Леонид, ну что же вы опять за свое? Ну, я же много раз предупреждала. Первые минуты, самые важные, самые ответственные. Главное, не навредить. Да, это будет происходить каждый день. Да, она будет вас пугаться. Да, ей придется снова и снова начинать с чистого листа. А как это возможно? Как это возможно? Вы мне сказали, что у нее амнезия. И этот факт нужно принять. Я принял. Как я буду ей объяснять каждый день заново, кто я такой? Вчера, сегодня, завтра, через… Как чужой человек какой-то. Да что вы. Вы наоборот, для нее сейчас самый близкий человек. На вас большая ответственность. От вас зависит, как она вообще будет воспринимать мир. Давайте проговорим еще раз все. Значит, в памяти Лики удерживаются события текущего дня. В полночь они обнуляются. Она просто не помнит, что вы приходили к ней вчера, а завтра она забудет, что вы были у нее сегодня. Но это не значит, что она не испытывает к вам чувств. Ваша задача – максимально бережно помогать ей восстанавливать пазл. Это просто… У меня жизнь какая-то и не игра. Абсурд какой-то. Я считаю, что пришло время для шоковой терапии. Я выписываю Лику и отправляю ее домой. Как выписываете? Как мы будем дома… Да, перестаньте, перестаньте, перестаньте. Я не смогу, я не смогу. Вы справитесь абсолютно точно. Знакомая обстановка, коллеги, друзья, любимые вещи Лики окажут на Лику положительный эффект. Ваша задача – быть с Ликой максимально честным. Потому что ее состояние открывает широкое поле для интерпретации семейной жизни. Вам предстоит большая работа. Вы будете писать дневник, оставлять себе памятки. Кто вы, что и как вам нужно делать. Будете фотографировать важные места, где часто бываете. Магазин, банк, парикмахерскую, людей, с которыми общаетесь. Делать подписи, как зовут соседа или даже собаку. Всех, с кем вступаете в ситуационные отношения. Вы обязательно что-нибудь пропустите, забудете, потеряете. Невозможно записать и запомнить абсолютно все, находясь даже в обычном состоянии. Поэтому, каждое ваше утро будет начинаться со слов «Меня зовут Лика, я ничего не помню», это нормально. А потом уже начинаете последовательно отвечать на вопросы. Кто на меня напал? За что? Ну, вы считаете, это сейчас важно? Хорошо, допустим, вы вспомните, кто. Что это нам даст, что вы будете делать? Мстить? Наказывать? Это не вернет ваши воспоминания. Вы сказали, что вы следователь. Видимо, профессия наложила отпечаток. Да, давайте-ка мы с вами сейчас сконцентрируемся на главном. Постараемся возродить вашу память, чтобы вы могли скорее вернуться к полноценной жизни. Лика, вы будете приходить ко мне в клинику на сеансы нейротерапии. Мы с вами справимся. Это моя машина? Нет, родная, это моя. Мне кажется, я умею водить. Да, ты просто гонщик. Постойте! Постойте! Это знакомый человек? Нет, это чужой человек, садись. Пожалуйста, пару минут! Сиди, я разберусь. Вы кто? Меня зовут Рита Рут. Я репортер «Место преступления». Вы можете ответить на пару вопросов? Нет. Я не к вам обращаюсь. Девушка, я сказал нет. Послушайте, правда, что в Москве появился маньяк? Это он на вас напал? Дверь я. Где это случилось? Девушка. Ваши коллеги скрывают информацию от прессы. Девушка! Если вы еще раз подойдете к моей жене... То что? Увидишь. Вам же на людей плевать. Лишь бы сенсацией, да. У вас все в порядке? Да, дорогая, все хорошо. Поехали. А давно мы женаты? Полгода. Почти. Пять месяцев. А мы были с тобой счастливы? Я очень. Надеюсь, ты тоже. Угу. Я не помню. Прости. Леонид, Леня, это журналистка? Да. Она сказала, что мои коллеги отказываются общаться с ней, потому что идет следствие. Тебе что-нибудь известно об этом? Нет. Они же мне не докладывают. Ну, тебя же должны были допросить. Они разыскивают того, кто на меня напал. Ну, не допрашивали. Если надо допросить, я готов. Милая моя, для меня сейчас самое важное — это твое здоровье. И мне наплевать на расследование, на работу твою и мою. Сейчас нет ничего важнее тебя. Я тебе обещаю, я сделаю все, чтобы ты поправилась. Я тебя люблю. Никогда я тебя не оставлю. У тебя новый телефон. Твой старый просто украли вместе с сумкой, когда на тебя напали. Спасибо, что ты заботишься обо мне. Спасибо, что ты заботишься обо мне. А где мои родители? Их не стало пять лет назад. Авария. А друзья, подруги? Честно говоря, сложно сказать. Так, у тебя знакомых много, а что бы закадычные друзья. Мы хорошо общаемся с нашими соседями. Глеб, мы с ним вместе работаем, коллега мой, а та не его жена. А как мы познакомились? А как мы познакомились? Ты не помнишь? Ну, это великая история любви. Я сидел в баре, а ждал человека, нужно было одну вещь передать. Папа попросил. И тут… И тут подошла ты. В общем, в тот вечер я сорвал сделку благодаря тебе. И. ИНТРИГУЮЩИЯ ИНТРИГУЮЩИЯ Я, наверное, не знаком с барным этикетом. Я вас должен еще бы угостить, да? Нет. Понятно. А что я должен делать? Женись на мне. Интересное предложение. Это я вот такая легкомысленная, сразу взяла и отвезла тебя к себе. Ты непредсказуемая, порывистая и разная. Я влюбился с первого взгляда. Немножко испугался, когда узнал, что ты следователь. Хотел убежать, но понял, что ты меня везде найдешь. Так что шансов мало. А ты чем занимаешься, где работаешь? О, у меня все скучно. У меня компания по разработке софта и установке компьютерного оборудования. Бла-бла-бла-бла, да. Ничего интересного. Ну, фирма у меня большая, открылся я вовремя. Так что мы с тобой не бедствуем. Я понял. Я понял музыку. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует... Лика, Лик, 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 ты чего? Тебе плохо, милая? Лика, Лик, милая, а? Где я? Ты дома? Кто, кто вы? Лика, ты я? Я Леня, муж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Привет, мои хорошие. Проснулась? Доброе утро, Леонид. Кроссовки чистые. Я пробежаться собираюсь. А я бегаю? Нет. Вроде нет. Что со мной случилось? Ты ударилась головой. У тебя потеря памяти. Мы надеемся, временная. Чем я занимаюсь к твоей профессии. Ты юрист. По образованию. Работаешь при МВД. Ну так. Ладно, я пойду. Ничего серьезного. Старший следователь Беседина, занимавшийся серийными убийствами в Москве и нескольких других регионах, вчера была выписана из больницы после трехнедельного лечения. Как вы помните, майор Беседина получила серьезную травму головы при нападении неизвестного преступника. Более подробной информации мы получить не смогли. Сама Беседина от комментариев отказалась. Общество лишено достоверных сведений как о самом деле серийного убийцы, так и о людях, расследующих резонансные преступления. И это... Зачем ты наврал про мою работу? Ну, извини. Я не думал, что это так важно. Ты на больничном, и никто не знает, сколько вам продлиться. Лика. Я старший следователь. Ты считаешь, что это неважно? Мне кажется, я занималась серьезным делом, а теперь я никто. Зачем ты меня обманываешь? Ну, твоя жизнь на этом не кончилась? У тебя же была не только работа, правильно? Мне еще был я, в конце концов. Я, как ты помнишь, обещал быть с тобой и в горе, и в радости. И я должен защищать тебя от внешних раздражающих факторов, от всего лишнего. Я хочу вернуться на работу. На какую работу, Лик? Ты хотя бы помнишь, чем ты занималась? Ты думаешь, ты вот в таком состоянии принесешь много пользы? Или, может, ты думаешь, тебя просто возьмут обратно и все? Лик, ты меня прости, но тебя, скорее всего, просто комиссуют и все. Слушай, тебе нужно просто сейчас следить за собой, за своим здоровьем. Давай я тебя отведу к врачу. Я хочу прогуляться. Сейчас я с тобой пойду. Не надо, я хочу побыть одна. Я с тобой пойду. Не надо за мной ходить. Лик, ну, прости. Не надо за мной ходить. Я виноват. Лика. Беседина. Вы кто? Что вам нужно? Ты чего? Я вас не знаю. Я Никонов, Паша. Мы вместе работаем. Ты не помнишь? Я не помню, я не уверена, что должна с вами разговаривать. Мы работаем в одном отделе. Мы работаем в одном отделе. Над одним делом сейчас. Хорошо. Расскажите подробности. И тогда я поверю вам. Ладно. Хорошо. Только перестань называть меня на вы. Совпадает. Я сегодня кое-что в интернете прочитала. Ну, знаешь ли, в интернете. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажи, а это вот с головы у тебя что-то серьезное? Легкие проблемы с памятью. Временные. А я в больницу приезжал, так меня не пустили. И телефон не работает. Думал, Симку восстановит тебя, этот муж твой. Ну, нет. Вот я и приехал. Спасибо. А меня там ждут еще на работе? Ну, конечно, ждут. Я пока временно возглавляю следственную группу. У нас кое-что есть, правда, по мелочи. Ну, тебя все очень ждут. Тогда поехали. Куда? Ну, собственно, в этом месте тебя и нашли. Около восьми утра. Здесь тупиковая зона, жилых домов нет, никто не ходит. Кто меня нашел? Старшеклассники школы прогуливали. Надеялись, их тут не засекут. Ну, а здесь ты? Ну, хорошо, не сбежали. Вызвали скорую полицию. У тебя была черепно-мозговая травма, ушибы, гематомы по всему телу. Но это не признаки борьбы, скорее следы падения. А я… я упала здесь? Нет, вероятно, ты упала в другом месте. А сюда тебя просто перенесли и бросили. Надеялись, никто не найдет. Кровь была только твоя, никаких следов преступника. Сумки у тебя не было, мобильного телефона тоже. Машина стояла в квартале отсюда. Зачем ты сюда поперлась? Понятия не имею. Слушай, а чего ты все фотографируешь? А, я понял, у тебя новая методика. Ассоциативное мышление развиваешь, воображение. Мне вот тоже иногда образности не хватает. Вот вчера помню, а сегодня… Мне надо поговорить с нашим начальником. С Харитоновым? Наверное, он принимает решение. Во всяком случае, он так считает. Хочу вернуться к работе. Ну вот, Владимир Сергеевич, это наша Беседина, Лейка, это наш товарищ Харитонов. Ну, я думаю, Никонов, Беседина еще не забыла, как я выгляжу. Да и я вряд ли когда-нибудь забуду ее, так сказать, нежный образ. Беседина, ты уж прости, что мы так и не нашли того, кто на тебя покушался. Дело, так сказать, запутанное, тем более, что нет никакой очевидной связи между нападавшим и нашим делом Серийника, которая, между прочим, буксует. Владимир Сергеевич, я как раз об этом. Разрешите вернуться к обязанностям? Так быстро. А как ты себя чувствуешь? С каждым днем все лучше. Ты уже закрыла больничный? Еще нет, но я уверена, что меня скоро выпишут. Нет-нет, так не годится, исключено. У нас серьезная организация, все оформляется официально. Выздоровеешь, закроешь больничный, пройдешь медкомиссию, принесешь мне справочку со штампом годен к службе. Вот тогда, пожалуйста, милости просите. Владимир Сергеевич, есть личный разговор, позволите? Лейка, ты можешь подождать снаружи? Иди. 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 Вы не могли бы уточнить по четвертой жертве. Меня смущает орудие убийства. До этого наш серийник избегал марать руки, а тут вдруг решил воспользоваться банальным камнем. Иди. Я прошу вас сделать исключение из правил. Вернуть Беседину в группу, пусть и не официально. Ей действительно сейчас это очень нужно, да и восстановление пройдет быстрее. Мы обязаны ей помочь. Я уверен, она принесет пользу следствию. А раньше, Паша, ты иначе думал. Все бегал ко мне, доказывал, что Беседина не может быть руководителем. Что ей вообще в следствии не место, что она эмоциональная, неуравновешенная женщина. Я надеюсь, это останется между нами. А рапорт ты тоже только нам с тобой написал? С подробным перечнем всех ее следственных недочетов. Об этой кляузе он весь отдел знает. Я думаю, что и она не забыла. Я вообще не понимаю, как вы можете сохранять нормальные рабочие отношения. Владимир Сергеевич, именно поэтому я осознал, что ошибался. Прошу лично под мою ответственность. А может, ты осознал, что не справляешься? И хочешь переложить на хрупкие плечи? Еще к тому же не совсем здоровой женщины этот висяк. Молодец. Мужик. Если что-то пойдет не так, воля обоих. Что лыбишься? Своими погонами отвечаешь, Никонов. Иди, работай. Есть. Ты чего сбежал? Харитонов прав. Харитонов прав. Да все правы. Я бесполезна и проф непригодна. Я тебя опозорю перед всем отделом. Что ты несешь? Я только что добился разрешения на твою работу. Паш, у меня очень плохо с памятью. Это я понял. Разберемся. Нет, я тебя обманула. Я обнуляюсь каждую полночь. Завтра уже не вспомню, что было сегодня. День сорока, короче. Твою мать. Твою мать. Да. Понятно. Поехали, у нас снова труп. Нет, нет. Отставить, раскисать. До полуночи еще далеко. Используем оставшееся время по максимуму. Поехали. Мужчина, предположительно около тридцати лет, скончался от ожогов. Был одет спецкомбинезон белого цвета. Судя по следам огня на почве, возгорание произошло в той стороне. Обнаружены обильные следы бензина. В виде горящего факела передвигался по территории, видимо, пытался сбить пламя. И после смерти его переместили сюда. Свидетели есть? Это заброшенная ветка старой промзона. Маловероятно, что кто-то найдется. Тело алкаша обнаружил, и он пытался украсть рельсы и сдать на металлолом. Но мы задержали его на всякий случай. Спички. Спички? Странно. Поджигали жертвы точно не здесь. Собирай группу. Есть идея. В прошлый раз еще до твоей травмы. У тебя уже была версия с числами. Собирай группу. Отработаем все версии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас допустим, просто допустим, что пять пальцев – это число пять. Тогда жертва номер два, автор блога про секс. На автомобиле римские цифры 23. С третьим случаем ресторатор-утопленник. Здесь, к сожалению, пока определенного знака не найдено. Зато в четвертом случае, с приставом, с забитым булыжником, можно предположить, что рядом выложено число 78. Я напоминаю, что это сейчас довольно экзоцентричная фантазия, что убийца оставляет нам какие-то знаки. Я считаю, подобное вписывается в психологический портрет нашего персонажа. Такие индивидуумы часто зациклены на символах, эмблемах, цифрах, с которыми у них связаны сильные эмоциональные переживания. Так, допустим, что преступник нумерует свое убийство неким кодом. Тогда нам нужно разобраться с ресторатором и экоактивисткой, жертвой номер пять. Напомню, что она была отравлена химвеществом, точнее, цианидом натрия, на химзаводе, против которого она боролась. Что это может быть? Может быть, числа, на которые раскладываются формулы соединений, или элементы в таблице Менделеева. Или просто инвентарный номер бочки, в который ее поместили после смерти. 101. Отлично. Пять, двадцать три, неизвестное число. Семьдесят восемь, 101. И сегодняшняя жертва под номером 211. Это очевидная прогрессия. Значит, нам нужно понять принцип. Тогда мы выйдем на преступника. Это может быть номер дома, квартиры, фрагмент геоточки, телефона. Позвольте предположить, что между числами 101 и 211 пропущено одно или несколько чисел. Слишком большой разрыв, что бы ни стояло в основе этого счета. Хотите сказать, что существует еще жертва в этой цепи? Неизвестная нам? Установили личность сегодняшнего погибшего. У нас в базе был. Григорий Разумов, 31 год. Две недели назад вышел из колонии. Там отбывал по 134 секс несовершеннолетний. Странный тип в приличном обществе наших убитых. Семья, родственники. Дед Домовский. Муниципальная квартира в Риоту. А, вот еще. Свежие следы протектора, обнаруженные на месте преступления. Легковой автомобиль. Довольно редкие шины вьетнамского производства. Пытаемся понять, где продают и на какие машины ставят. У реки, где утопился ресторатор, что-то было похожее в отчете. Угу, смотри. Один в один. Ищите машину в первую очередь. Есть. Спасибо большое. Ты как, может, домой? Нет, хочу пересмотреть допрос свидетелей. Подготовиться к завтрашнему дню. Съездим вместе к Разумову на квартиру. Паша, посмотри свидетельские показания жены Велижева, нашего утонувшего ресторатора. Он был очень безгливым человеком. И вы скажите мне, зачем, зачем ему лезть в грязную реку в октябре месяце? Ну, хорошо. Расскажите нам, было ли что-нибудь необычное в поведении мира? Сейчас. Нет, а дальше. Что необычного? Вы издеваетесь? Это все жутко и неестественно. Я любимого мужа похоронила. Это для вас обычное дело? Еще дальше. Еще дальше. Пожалуйста, вспомните, не было ли каких-то происшествий до и сразу после смерти вашего мужа? Ничего особенного. Хотя… Вот сейчас. После того, как нашли Петю, кто-то прислал 55 роз и анонимное соболезнование. Хотя мы еще официально об этом не объявляли, никто не знал. Прочисло. Да и количество какое-то странное. Как думаешь, может быть, это и есть число Велижева? Арифметически в наш ряд вроде вписывается. Лика. Лика. Лика, что с тобой? Завтра утром ты проснешься. Возможно, позабудешь, как сегодня осуществил прорыв в следствии. А здесь я, твой друг Паша. Все тебе кратко, с юмором. Или нет, все тебе расскажу. Ты была настоящим героем. Почему ты так и думал, что увижу именно вас? Хочешь отношения выяснять, или можно пройти? Думаете, вы настоящий герой, да? Помогли девушке, пустили ее в офис. Дали почувствовать себя важной, да? Да. А то, что это потенциально опасно для ее здоровья, вас это не волнует? То, что вы создаете реальную угрозу для ее жизни. Пока, прикрываясь работой, пытаетесь залезть ей под юбку. А вы лезьте, лезьте. Она же наутро ничего не вспомнит. Впрочем, перспективный момент упущен. Потому что ни завтра, ни в любой другой день я вас к ней больше не подпущу. И также я надеюсь, что в нашем доме я вас больше не увижу. Никогда. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять шпионишь? Баба умом тронулась, а к ней очередь мужиков. Представляешь? Видимо, некоторых возбуждает безумие. Астафь ее в покое. Думаешь, я не знаю, что ты за ней тоже следишь. Ты думаешь, я не вижу, как ты к ней относишься. А если ли Леня узнает? Ляпнешь ему лишнего, я тебя убью. Это сообщение ты прослушаешь уже утром. Надеюсь, до того, как твой муж скажет, что ты не способна работать. Лика, нам без тебя не справиться. Это твое дело, не позволяй никому за тебя решать. Позвони мне, я расскажу тебе все, о чем спросишь. С добрым утром. Любимая, иди ко мне. Доброе утро, милая. Не пугайся, я Леня, я твой муж. Ты потеряла память, я тебе каждое утро заново рассказываю, как я тебя люблю. Вот. Мы сегодня весь день вместе проведем. Я очень счастлив. Давай завтракать. У тебя ладно. Завтра утром ты проснешься. Возможно, позабудешь, как сегодня осуществил прорыв следствия. Ты была настоящим героем. Доброе утро. Сразу хочу напомнить, что ты обычно обращаешься ко мне. Мы обожаем его босса. Павел, мне страшно. Я не помню, кто я. Ну, Аркутов, мне кажется, отдаленно знакома. Вы записаны у меня в телефонной книжке, как напарник, друг, которому я могу доверять. Пожалуйста, помогите мне. Послушай, буду у въезда в поселок через час. Только мужу не говори уж, поверь. Я подожду тебя столько, сколько потребуется. Что, даже не позавтракаем? Лика, я, конечно, обещал, что я сделаю для тебя все, что смогу. И даже больше, ты мне позволит тебе помочь. Почему ты ко мне относишься, как к чужому? Нет, это все, конечно, объясняет твоя болезнь. Но почему, с каких пор твоя работа стала самым важным делом на земле? Важнее нашей семьи, важнее меня, нашего будущего. Леонид, насколько я понимаю, раньше ты, ты мирился с тем, что я следователь. Что теперь изменилось? Да потому что мне никогда не нравилось то, чем ты занимаешься. Никогда. Я хотел, чтобы у тебя было нормальное женское занятие. Чтоб ты меня уважала и прислушалась, чтоб мы с тобой могли путешествовать. Чтоб вечера вместе проводили. Чтоб я не чувствовал себя подкаблучником. Я, Лика, я, я, как, я, как, какой-то довесок к генералу в юбке. Я проведу с тобой сегодня вечер. Сейчас мне надо торопиться. Да никуда ты не пойдешь, я тебя не пускаю. Я тебя не пускаю, Лика. Будешь драться с генералом? Может, я тебя отвезу? Я уже вызвала такси. Лик! Лика! Стой! Стой! А вы кто? Что? Ты что, издеваешься? Или так память отшибла? Мы знакомы? Ой, я думала, Леня прикалывается. Я подружка твоя лучшая. Напротив, живу. Пойдем? Винишка, выпьем. Я тебе последние новости расскажу. Извините, я тороплюсь. Лик, ты чего? Настроения нет, да? Можно я... Ты с Ленькой поссорилась, да? Это нормально. Мы сейчас с моим тоже постоянно ссоримся. Он куда-то пропадает ночью, возвращается весь склокоченный. Я думаю, он меня изменяет. С чем я могу вам помочь? Лика, ты же следователь. Помоги мне, пожалуйста. Дай мне парня какой-нибудь толкового сработать, чтобы он проследил за моим мужем. Проследить за кем? За мужем моим, Глебов. Извините. Лика, Лика! Лика, помоги! Вы, Павел, да? Ага. Простите, что так долго какая-то сумасшедшая привязалась соседка. Рад, что тебе удалось вырваться. Мне... мне тоже, наверное. Готовы поработать, мой обожаемый босс? Поехали. После детдома нашей вчерашней жертве, Григорию Разумову, дали здесь малогабаритку. Собственно, последние пятнадцать лет, не считая колонии, он здесь и прожил. Ребята сегодня пытались опрашивать свидетелей, но... Но он... почти все пьющие от полиции шарахаются. Разумов действительно как-то не вписывается в ряд наших убитых. Ни профессии, ни социально значимых контактов. Правда, остальных тоже сложно связать. По какому же принципу он их выбирал? Не первый же встречных наркотиками накачивал. Нужно составить протокол вторичного осмотра, потом завизировать опись. Хоть что-то помню из своих конспектов. Так быстрее. Прошу. Стоять! Я полицию вызвала! Мы сами с полицией. Думала, воры. Когда Гришу-то отдадите похоронить? Пока следствие идет, не можем. А можно на место, где его убили, цветочки принести, свечку поставить? Скажите, а вы кем его приходитесь? Я друг. Угу. Даже как родственница, скорее. То есть? Парень, он одинокий был. Не нашел себя в жизни. Я помогала ему, как могла. Опекала. Суп там сварить, пуговицу пришить. Вот, думаю, если бы больше тепла ему отдавала, вместо матери бы могла быть. Ничего бы такого не случилось. Не доглядела. Загремел он. По ошибке. По ошибке-то как? Ну как, как? Ну как? Посадили его по растлению. А кого растлевать-то? Девка по пьяни. Прибилась к нему. Разбитная. Вся размалеванная. Грудастая. С виду годков 30 не меньше. Стала жить с ним. А через месяц оказалась девчонка еще совсем. Школьница. 15 лет. Из дома сбежала. Родители разыскали и домой приволокли. А на Гришу заявление написали. За пару дней до смерти Гриш мне игрушку подарил. Сказал, случайно в интернете нашел. Дорогущую. Но все равно решил купить. Вот теперь с ней жить буду. Покажете подарок? Да. Конечно. Вот она. Отец, ты дома? Да, Ленечка. Куда ж я денусь? А-а. Слушай, пап. Я... Привет. Привет, привет. Я подумал, ты совсем не уходишь никуда. Может, прогуляемся вместе? Нет-нет-нет-нет, я лучше здесь, среди вот своих подопечных. Понял. Как? Мой новый экземпляр? Новая? Угу. Как живая. Ты знаешь, я когда был маленький, я думал, что твои куклы по ночам оживают и нападают на спящих детей. Глупость. Как та наша девочка? Знаешь, не врачи, никто не знает, вернется к ней память вообще или... И со мной она, как с чужим. Совершенно. И каждый день я... Гадаю, как... К ней подойти и... Что сказать. Чтоб меня толкнуть. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Приезжайте ко мне вместе, а? Посидим, поговорим, ну... Фотографии посмотрим, книжку я вам почитаю. Пап, ты, пожалуйста, в это пока не вмешивайся. Ладно? Я сам справлюсь. По свидетельским показаниям, пока что почти вся информация дублируется с той, что уже есть в деле. Что с машиной? Нашли дилера резины. Всего в городе было реализовано не более трехсот комплектов. Сейчас прослеживаем, через какие магазины и на какие автомобили устанавливали. И есть хорошая новость. Эти шины можно установить не на все марки автомобилей. Вот список. Небольшие по радиусу колеса и широкая площадь сцепления. Ну, скорее всего, небольшой, но мощный спортивный автомобиль. Отлично. Что с комбинезонами, в которые преступник переодевал жертв? Я напомню. Мы установили, что все комбинезоны из одной партии. На ткани обнаружены одинаковые химические соединения. Значит, и лежали вместе. Удалось выяснить, кто производитель? Да. Фирма «Горспецзащита» производит более двух тысяч комплектов в год. В основном реализуется на химзаводах и прочих вредных производствах. Есть список поставок. Мы из 12 адресов 9 отработали. Но там все под строгим учетом. Комбинезоны используются, фактов хищения или пропажи не выявлено. Объясните, почему мы так долго занимаемся элементарными рутинными действиями? У нас нет времени. Давайте сегодня мы закончим с химпредприятиями. Вы сейчас едете по вот этому адресу. Остальные два мы берем с Никонова на себя. Вика, на минутку можно? Это разные концы города. Если поедем вместе, не успеем. Поэтому я и говорю, что каждый из нас берет по одному объекту. Как ты сама поедешь? Молча. Господа офицеры, сидите. Тут какая-то подметная газетенка. Критикуют наше следствие. Пишут о некомпетентности следственной группы. О нарушении устава. О преступном сговоре. Может быть, кто-нибудь мне объяснит, что все это значит? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть пять минут, что вы хотели узнать? А что так скупо? Ну, просто у меня есть всего пять минут. И что, на этом ваш лимит доброты исчерпан? Хорошо. Попробуем по-другому. Спасибо. Ну, во-первых, как здоровье вашей супруги? Нормально, спасибо. Она ведет следствие официально? Вы знаете, я не интересуюсь тем, чем моя жена занимается в офисе. Понимаете, она лико ничего не понимает моей профессии. А я полный профан в полицейских делах. Так уж у нас заведено. И о чем же вы тогда разговариваете? Много о чем. Об искусстве. Книге, театр. И что, так каждый вечер? Ну, нет. Можем кино вместе в обнимку посмотреть. И долго вы еще будете так смотреть? Не очень понимаю ваш сарказм. Просто мне кажется, что у следователя такого уровня, как лико-беседина, не так много свободного времени, чтобы сидеть в обнимку с мужем и каждый вечер смотреть кино. Если, конечно, она работает. Она работает? Вы, наверное, сейчас особенно близки с супругой, учитывая, что у нее проблемы с головой. А она сейчас на больничном? А почему вы сейчас не с ней? Вы хотя бы в курсе, где она? Пять минут истекли. Извините, ценного источника из меня не получилось. Абонент выключен или находится вне зоны действий? Лика, это твой муж, Леня? Я очень волнуюсь, лик, пожалуйста, перезвони мне. Я хочу знать, как ты, где ты, как ты себя чувствуешь, когда ты будешь дома, в конце концов. Лик, перезвони. Я с ума схожу. Ой. Петр Крингу. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Это вы мне звонили? Из полиции? Майор Беседина. Мне важно знать, не было ли в последнее время у вас на предприятии случаи воровства. Например, не пропадала ли спецодежда? Я ничего для протокола говорить не буду. У меня проблемы без вас хватает. Послушайте, мне не важно, какие у вас тут махинации. Просто покажите мне документы, сколько было получено комбинезонов от организации горспецзащиты. Все. Мы пересчитаем то, что в наличии. Глупость какая. Комбинезоны. Тут, может, бочками реактивы пропадают. А вы о шмотках думаете? Понятно. Шучу, шучу. Не хотите говорить, вызовем повесткой. Угу. Хорошо. И не только вас. Кто занимается учетом охранения? Так это Рыбин. Снабженец наш. Но он уволился. Так что ищи его теперь свищи. Уволился или уволили за воровство? По собственному желанию. А было ли воровство, понятия не имею. Может, списал кое-что за ненадобностью или документы неправильно составил. Разве это преступление? Адрес Рыбина. Да он по прописке не живет. Прячется. Сейчас то любовница контуется. Адрес. Ну, я вам сейчас напишу, как проехать туда. Я ищу Владимира Рыбина. Это по каким таким сугубо личным обстоятельствам? Вов, тут к тебе красота неземная с серьезными намерениями. Только я не уверена, что у вас получится с ним контакт наладить. Он немного неадекватен под медицинскими препаратами, так сказать. Кайфует. Просыпаемся. Вот, пожалуйста. Просыпаемся, товарищ. Вы кто? Старший следователь Беседина. В состоянии разговаривать? Мать моя женщина. Как же мне хреново. Что вы принимали? Че, правда следователь? И за кем следуешь? Я пришла пообщаться с вами насчет комбинезонов и реактивов, пропавших с предприятия, на котором вы работали. Секундочку. В туалет надо. Ай! Ай! Отдельное внимание всему, что связано с числами. Книги, записи, даже монеты. Ну и наркотики. Я думаю, что это как раз тот препарат, которым накачивали убитых. Давно он наркоманил? Если понемногу, то, как я его помню, пару лет уж. Но с размахом только недавно стал употреблять. Но вы же должны были что-то хотя бы заметить. Вспомните, пожалуйста. Ну, приезжала тут за ним одна машинка несколько раз. Яркая, желтая, спортивная такой модель, девичья, но выпендрежная. Тогда я и подумала, что он какую-то крутую бабу подцепил. Прости, что я опустила Рыбина. Он, конечно, не наш серийник, но явно с ним знаком. Ладно, найдем мы его. Уже ориентировки разослали и запрос на камеру. Куда он денется, тем более хромой? Просто как можно было поверить, что ему в туалет надо? Тоже мой следователь со стажем. Поэтому мы и расстались с тобой. Не поняла. Ты слишком требователь к себе, к близким людям. Что значит, мы расстались? Мы были вместе, потом расстались. Остались коллегами, надеюсь, друзьями. Причина разрыва? Много работали, соперничали, уставали. Потом поссорились в один момент, будто бомба тикала-тикала. И взорвалась без причины. Ли, что случилось? Ничего, нормально все. Просто надоело, знаешь, Паш, мне все это надоело. Тебе классно, тебе удобно. Я тебе друг, я тебе напарник. Только, знаешь, я женщина. Может, мне вообще семью хочется. Слушай, ты семеновую невесту ищешь? Ищи. Потом у тебя внезапно случился роман с твоим, с твоим мужем. И ты с какой-то космической скоростью выскочила замуж. Ну, чего ж ты не остановил? Не знаю. Считал, что ты специально так поступила. Я вспомнила твой запах. А пойдем поедим? Так, по-дружески. Я не могу, мне уже пора домой. Тогда я подвезу. Нет, все хорошо, я уже вызвала себе такси. Привет. Привет. Я банальный, да? Просто хотел, чтобы этот вечер был особенный. Как и любой из наших вечеров. И мне не важно, вспомнишь ты или нет. Почему ты женился на мне? Какой вопрос? Все просто. Я понял, что ты женщина всей моей жизни. Жениться может каждая, это ерунда. А вот сделать тебя счастливой, это уже сложнее. Но я упорный. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Подожди, подожди. Я начала сегодня маленькое расследование. И у меня случился прорыв. Рита, мы же четко договорились. Ты не твой источник, ты не мой информатор. И уж если нам хорошо в постели, то давай работать в этом направлении. А что если я скажу, что Беседина может быть лично знакома с маньяком? И что он даже следит за ней? А что если я тебе скажу, что ты сейчас закроешь свой рот и не будешь больше говорить мне такой бред? И печатать свои высосанные из пальца сенсации, иначе собирай свои вещи и проваливай, ясно? Субтитры создавал DimaTorzok Лиха, доброе утро. Меня зовут Леня, я твой муж. Ты пока… Я уже знаю. Ты точно не хочешь, чтобы я с тобой поехал? Да нет, я думаю, что тебе тоже на работу уже пора. Вечером увидимся. Ну да. Слушай, не хотел говорить, но мне кажется, информация важна. Я, в общем, вчера на работу ехал и на улице увидел твоего коллегу Пашу. Журналисткой, которая про тебя гадости пишет всякие. И… Извини, я не хотел, но я не мог тебе этого не сказать. Я думаю, это не самое страшное, что со мной случилось. Ну, спасибо. Береги себя. – Пока. – Пока. Вы что, с ума сошли? Прости, что напугал. Я думал, что ты остановишься, ну, чтобы поздороваться. Мы знакомы? Я Глеб Калинин. Твой сосед, приятель, коллега Леония. Да просто хороший парень. Калинин. Зачем вы под машину бросаетесь, хотите жизнь самоубийством покончить? Да нет, я машину в сервис дал, а такси заблудилось. Мне срочно в город нужно подкинешь, а? Ну, садитесь. Ну, еще мы в мафию играли. Помнишь? Ну, на словах, когда город засыпает, Ленька реально вырубился и захрапел. – Да? – Да. Ты прям хранитель наших семейных баек. Конечно. Пять лет с твоим мужем работаем вместе. Ну, и дружим. Ты знаешь, Лик, я, наверное, не должен это говорить, но многие считают, что Ленька такой простецкий добрячок, милый, предсказуемый. А на самом деле он не так безобиден. У него не то, что двойное дно. У него марианская впадина там где-то помещается. Не хотел бы я оказаться его соперником. Тем более, врагом. Ну, в общем, с вашей идиллией мне это не грозит. Лика, остановись здесь. Здесь? Это же просто лес. Тут недалеко. Мне удобно. Пожалуйста, останови. Лика, мне очень нравится, как вы умело со всем справляетесь. Ну, не ждите быстрых результатов. Память будет возвращаться, но в виде мелких деталей. Запахи, звуки, знакомые мелодии, вкус любимого блюда. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Ваши ощущения правдивы. Кто бы вам что ни говорил. Ну, да. Просто странно. Почему я помню, как водить машину и забыла абсолютно всех, кого любила? Почему я не помню родителей, друзей? Я не помню мужа. Как мне понять, что я любила именно его, а не Павла? Например. Давайте попробуем гипноз. Да. Да, я согласна. Сядьте удобно. Глубокий вдох. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на человеке, о котором хотите что-то вспомнить. Десять. Вы в безопасности. Десять. Девять. Восемь. Вы переноситесь в то время, на место, на котором думаете. Синий. Эй, привет. Да, привет, привет. А че такого-то? Чего ты? Ничего. Слушай, правда, надоело. Что надоело? Ты тебе новую невесту ищешь? Ищи. Да, просто говори. Чего? Работает. Да, хорошая вещь. Но не советую злоупотреблять. Дело в том, что наша цель — восстановить всю вашу память, а не какие-то отрывочные воспоминания, которые вы, к сожалению, завтра все равно забудете. Алла Сергеевна, пожалуйста, можно еще раз? Мне нужно вспомнить, кто на меня напал. Лика, нет. Это очень опасно. Для вас опасно. Один раз вы уже пережили этот стресс, и он отразился на вас необратимым образом. Я просто не знаю, что с вами будет, если вы еще раз переживете это состояние. Я понимаю. Но от этого зависит жизнь людей. КОНЕЦ КОНЕЦ , , , , . Мне страшно, мне больно. Помогите. Больно. Лика, все хорошо, Лика? Больно. Мне больно. Лика, мы со мной. Лика. Лика, я здесь. Все хорошо. Лика, на меня смотрите. Мне в глаза смотрите. Все хорошо. Вы в безопасности. Все хорошо. Все хорошо. Я с вами. Ну, все, Лика, больше мы не будем пробовать, даже не уговаривайте. Посмотрите, я еле вернула вас в сознание. Я не увидела убийцу, но я вспомнила очень важное. Спасибо вам. Подождите. Узнала меня? Да, даже слишком. Ты куда пропала? Я с утра дозвониться не могу. Я знаю место, где на меня напали, и я знаю, почему я туда поехала. Буду там через двадцать минут. Так, не смейте одна. Скинь адрес, я выезжаю. Не волнуйся, это всего лишь я. Ничего нет. Никаких следов. Видимо, убийца все за собой почистил. Почему ты решила, что это произошло именно здесь? Я вспомнила. Все дело в геометрии, в шестиконечной звезде. Ты хорошо себя чувствуешь? Согласись, это странно, когда посреди бела дня звезды мерещатся. А согласись, странно то, что твой парень целует какую-то женщину в баре, а потом говорит, что ничего страшного не произошло. Даже знаешь, что более странно? Это когда твой друг и напарник спит с бульварной журналисткой и сливает ей информацию про тебя и про следствие. Это даже, Паш, это не странно. Это преступно, подло. Она просто подвернулась под руку. Просто подвернулась под руку. Набросилась на меня, я ей воспользовался. Я не рассказывал ей ничего, что могло бы тебе навредить. Принципиально не обсуждал с ней работу. А мне принципиально неинтересно, о чем вы разговаривали. Если ты думаешь, что я все забыла, это не значит, что я ничего не чувствую. Боли обиды не обнуляются, Паш, представляешь? Болись, ты че, ревнуешь? Стой, мы не все осмотрели. Да стой же ты. Давай нормально поговорим. Лика, отставить скандал. Иди сюда. Лика, помоги мне. Он, он обезумел. Он, он забыл. Он забрал все. Деньги, документы, предоценности. Он принял наркотики. И мне кажется, он, он, он. Он может сделать что-то ужасное. Только ты можешь его найти, пожалуйста. Пожалуйста. Лик. Лика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно увозить? Личность пока не установлена Вот список объявленных в розыск, подходящих по описанию мужчин за последнее время Стройка заморожена Там у собственников долгие судебные споры Контейнеры уже полгода не меняют И к тому же, труп на контейнере был накрыт строительной панелью Но неудивительно, что его никто не обнаружил? И по случайному совпадению панель с номером 163 Подходит под нашу цепь, между числами 101 и 211 Наверняка могу сказать, что имело место падение со значительной высоты И, скорее всего, с крыши этого здания Скончался при ударе об землю от травм Лежал не менее месяца, судя по разложению тканей Очевидных признаков насилия нет Но могут найтись при более внимательном осмотре А в комбинезон был переодет до или после падения? Без сомнения, до Иначе их характер следов крови и повреждения было бы совсем другим Спасибо Куда он одевает их личную одежду? Где? Когда он их переодевает? Буквально перед смертью? Почему он меня не переодел? Почему он не накачал меня наркотиками? И не добил, в конце концов? Ты не входил в его продуманный план Поэтому пришлось действовать спонтанно Точно не помнишь какие-то его приметы? Муж волнуется Соседка с ума сошла Говорит, что ее муж похитили Или он там совершил что-то противозаконное Ну, по-соседски нужно проверить Ну так, для чистки совести Хочешь, с тобой поеду? Не знаю, как сказать Никогда не умел о таком говорить Пытаешься пофилософствовать на тему ненормированного графика в СК? Пытаюсь извиниться Я не должен был связываться с журналисткой Это твое личное дело Я не должен был тебя отпускать Потому что ты до сих пор для меня самая любимая женщина Что ты хочешь услышать? Ничего Думаю, что чистосердечное признание скостит мне срок Тебе помогут только исправительные работы Угу Он все забрал Все свои вещи Какое-то барахло оставил Я ненавижу скотину Ну, как? Как? Лев Кретов Ваш личный коуч по жизненному благополучию Предполагаю, что мы установили личность сегодняшнего трупа Скажите, откуда у вас этот комбинезон и одежда? Там, в подвале еще Целая коробка с ними Пакет со шмотками Он, видимо, забыл, когда бежал Почему вы считаете, что он бежал? От кого? От чего? У меня кончились деньги И больше нечего было брать Вот и вся любовь Извините, пожалуйста, мне Таня рассказала о случившемся Таня, где ноутбук Глеба? Если он взял его с собой, его можно отследить Можно отключить камеры, геолокацию Но все равно любой ноут можно отследить Проще новый купить, чем дезактивировать потенциально опасные чипы Поэтому он его здесь и оставил А что ты тогда сейчас делаешь? Пытаюсь восстановить затертые данные Чтобы понять, чем занимался И куда пропал мой друг и коллега Лень Что? Ты же знал? О чем? Ну, что Глеб играет Онлайн-казино Почему ты ему не помешал? Таня, я знал, что он азартин Я не знал, что он играл, это правда Он взрослый человек, и он сам будет решать, чем ему заниматься Он мог себе это позволить Серьезно? Три кредита на мое имя Потому что ему их уже не давали Микрозаймы без счета Ипотека И все мои украшения в ломбарде Вот Он действительно играл в онлайн-казино Не так давно проиграл достаточно крупную сумму Он оставил на числа 5, 23, 55 Потом потратил сумму чуть меньше Повтори еще раз Потратил сумму чуть меньше Нет, на какие числа он ставил? 5, 23, 55 Паш, вызывай группу В доме ничего не трогать Будет производиться обыск Глеб Калинин подозревается в серии убийств Давайте еще раз Постарайтесь вспомнить Где ваш муж был 9-го числа прошлого месяца В этот день погиб человек Позже было совершено нападение на следователя И вашу знакомую Анжелику Беседину Это был тот день Утром мы были вместе Потом он поехал на работу Потом вечером Праздновали вручение премии лучшему айтишнику года Мы поздравляли Леонида И он еще переживал, что Лика не приехала А потом? А потом мы вернулись домой Около 12, я пошла спать А ваш муж? Вероятно, он пошел за мной Или он поехал куда-то в другое место То есть вы не готовы официально подтвердить его алиби? Татьяна Вы замечали что-нибудь странное в поведении вашего мужа В последние полгода? Он меня обокрал Он залез в долги Он постоянно психовал Он постоянно нервничал Он постоянно нервничал Он постоянно срывался Мне было страшно У вас есть предположение, где может находиться Гляк Калинин? Надеюсь, в аду? Я видела сегодня Калинина Подвозила его в город Но не похож он на серийника На игрока, да, возможно Но так изощренно убивать, например, после проигрыша Еще и помечать своих жертв не сработавшими числами С другой стороны, эксперт говорил, что наш персонаж социально успешен, активен и ничем себя не выдает Ну да, справедливо, но это дикость Он был все это время у меня на расстоянии вытянутой руки Нужно попробовать вспомнить Извини, установить всю информацию про Калинина Возможно, именно ты знаешь, где он сейчас находится Вы же дружили Мне пора Как так? Я столько лет знаю Глеба Я вообще ничего не замечал Он ведь и нас мог И что, я, получается, я толстокожий, равнодушный Я ведь мог его остановить Такой человек может жить с тобой под одной крышей Ты не будешь даже догадываться Здесь нет твоей вины, здесь нет ничьей вины Не надо себя корить Несмотря на все доказательства, мне кажется, что это не Глеб А кто тогда? Я разберусь с этим завтра Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро Доброе утро Не бойся Слушайте, у тебя была травма головы И поэтому ты пока не помнишь, кто я и кто ты Ты самая прекрасная девушка на свете По имени Лика А я Леня, твой муж Я очень люблю тебя Посмотри фотографии Не пугайся Посмотри У нас была чудесная свадьба А потом мы были счастливы Я надеюсь, будем еще очень долго А, да, если я с утра не успеваю тебе рассказать, что ты работаешь следователем Ты обычно на меня очень сильно ругаешься А я еще тот трус и подкаблучник Поэтому, да Ты работаешь в следственном комитете Тебе сейчас сложно Из-за проблем с памятью Но Вчера ты совершила подвиг Ты нашла серийного убийцу И им оказался наш знакомый Я не помешаю Я ненадолго, извини Просто ты сейчас куда-нибудь уедешь А вечером Неизвестно, что будет вечером Так что у меня Мало времени Я взвесил все за и против И И хочу сделать тебе Предложение Я не прошу тебя оставлять работу Потому что Из-за этого Возникают конфликты Я прошу тебя взять отпуск По возможности длительный И уехать со мной к океану Смотри Смотри Так Программа Умный дом Давай Вот Прилет Вот сюда мы прилетаем Берем Мариону машину И не торопясь Катимся по побережью Приезжаем вот сюда Не торопясь Изучая все подряд Поэтому мы доезжаем вот сюда Садимся на барон И попадаем Погадай, куда? На Борнео Ты же мечтала Побывать на Борнео Борнео? Да Мне кажется, я помню про Борнео Это очень крутое предложение Мой идеальный муж Да? Мы обязательно с тобой поедем к океану Я тебе скажу да И мы поедем на Борнео Вдвоем Хорошо После того, как я найду Калинина И закрою дело А если вы будете искать его вечности Ты его никогда не найдешь? Я найду Я найду Найдешь? Да Обещаешь? А у меня есть машина? Мне кажется, я умею водить Да Ты умеешь водить Любимый, твой кофе Да Рит Мы же договорились Прощальная ночь и разбегаемся утром Чего ты снова начинаешь? Ну Я просто так привыкла с тобой завтракать Что теперь Видимо, придется голодать Когда тебя не будет рядом Но я же не требую от тебя следственной информации Ну Просто немножечко твоего времени Ночного и утреннего У меня на ближайшее время все уже занято Знаешь Я тут получила медицинское заключение побеседенной Оказывается, она тяжело больна Я не понял Ты меня шантажируешь А что, инвалидом можно работать в органах? Вообще-то Это грубое нарушение устава И явное превышение полномочий, Паша Сосед беседенный рассказал мне о том Что она полностью потеряла память Калинин зовут Я взяла у него интервью За деньги Видимо, они были ему очень нужны Я тебе последний раз сказал Не смей печатать эти сплетни Ну, ты же посмел меня бросить? Учусь от тебя о храбрости и безумству Пошла вон Алла Сергеевна, пожалуйста, помогите мне Нужно вспомнить хоть какие-нибудь детали общения с моим соседом Что мы делали вместе О чем он мне рассказывал Вы поймите, память и мозг устроены своеобразно Вытаскивая на поверхность незначительные детали Мы можем навсегда затереть базовые основополагающие воспоминания Я готова на этот риск Помогите мне хоть за что-нибудь уцепиться Хорошо Но это в последний раз Сконцентрируйтесь на этом человеке Сосредоточьтесь на его лице Он рядом с вами Смотрит на вас Он улыбается вам Что он вам говорит? Я Глеб Калинин Просто хороший парень Не то Скажи еще что-нибудь Ты до сих пор для меня самая любимая женщина Я тебя люблю И никогда не оставлю Он не так-то уж и безобиден Мне не нужно было спать с той журналисткой Просто хороший парень Просто хороший парень Просто хороший парень Лика, Лика, вы опять волновались. У вас тахикардия, и я вынуждена была прервать сеанс. Я не вспомнила. Он ел конфеты, а потом какой-то сумбур. Итак, криминалистическая экспертиза нам вчера подтвердила, что был найден труп Льва Кретова, 33 года. Достаточно успешный коуч, читал лекции про то, как разбогатеть, стать счастливым за немалые деньги. Ни счета. Она в голове. Неудачи. В голове. Сколько еще вы будете программировать себя на унылую жизнь слабака? Желать большего! Это инстинкт! Выживание любого здорового самца! Несмотря на свою философию, Кретов был достаточно одиноким человеком, ни семьи, ни друзей, ни контактов с родственниками. С утра допросили бывшую жену Кретова, там ничего любопытного. Переводил алименты на общую дочь, приезжал редко и ненадолго. Убийца присвоил Кретову порядковый номер 163. Я подготовила запрос в головной офис компьютерщика. Я считаю, что нужно разработать специальную программу и проанализировать все числа вкупе со способом и местом преступления. Нужно сформулировать принцип, по которому убийца отбирал этих жертв. Беседина, ты в себе? Это долгий и дорогой процесс. Объясни зачем. Я вообще не понимаю, почему мы сейчас обсуждаем последнюю жертву, а не этого, как его… Глеба Калинина. Да, Калинина. Ориентировки разосланы, ищем по городским камерам. Несмотря на то, что подозреваемый избавился от всех электронных носителей, шансы есть. Границы страны он точно не пересекал, так что рано или поздно проявится. У нас прямые доказательства есть? Так точно. Для начала, комбинезон из установленной партии, одежда Львокретова и совпадающие номера, которые Калинин присваивал своим жертвам с числами, на которые он обычно ставил в онлайн казино. Мы сейчас проверяем отпечатки. Ну вот и прекрасно. Этого вполне достаточно, чтобы подготовить документы для подачи в прокуратуру. И недостаточно, чтобы завершать разработку альтернативных версий. Каких версий? У тебя что, они есть? Может быть, у тебя есть еще какие-то подозреваемые? Кто? Этот наркоман Рыбин? Не смеши меня. Нет, не Рыбин, но я считаю, что я не Калинин. И я вас прошу дать мне время и возможность это доказать. Извините, у меня срочная информация по автомобилю с нетипичной резиной. Установлена марка «Желтый Кугар ЭСТ». Довольно редкая модель. В Москве и области четыре экземпляра. На один как раз ставили наши покрышки. По документам принадлежит Глебу Юрьевичу Калинину. Ну, вот и все. Значит так, все силы бросаем на поиски Калинина. Рефлексии я, конечно, разрешаю, но в свободное от работы время. Сложно сказать. У него масса неофициальных доходов была. Он тренинги проводил в частных фирмах. Ну, там для банкиров или… Свидетелей пересматриваешь. Бывшую жену Кретова слушаю. Ничего особенного. Преимущественно откровение о том, какой Кретов был говнюк. Послушай. Компьютерщиках тимбилдингу обучал. А нам с дочерью ничего не перепадало. Он даже когда подарки ей дарил, из элементов вычитал. Что случилось? Странное ощущение, что я видела такую же похожую куклу. Это важно? Ну, какая-то игрушка была у соседки этого зэка Разумова. Он подарил ей перед смертью. Думаешь, совпадение? Не сомневаюсь. А можем мы заново опросить свидетелей? Не было ли у жертв подобных куколь? Или я уже совсем с ума схожу? Хочешь честный ответ? Да, понятно. Хорошо. Нашли машину Калинина. Куда выезжаем? Пойдем. Права и техпаспорт принадлежат Калинину. Совершенно точно. Рисунок этого протектора совпадает со следами, которые фигурируют в деле. Соберите шприцы с наркотиками. Снимите отпечатки пальцев. В общем, стандартная процедура. Возьми. Тебе нужны еще какие-то доказательства? В том-то и дело. Слишком много всего. Это слишком очевидно. Ты куда? Не знаю. Надо искать где-то рядом. Кого искать? Калинина? Нет. Что-то важное. Какая-то головоломка. Какой-то знак, указывающий на что-то большее. Лика, ты меня пугаешь. Лика. Лика. Лика, стой. Иди сюда. Лика. Это уже за грани все. Иди сюда. Спорим, вскрытие покажет передосы. Наверняка. Но, возможно, ему помогли. Он тут кайфовал. Кто-то пришел и добавил ему дозу. Кто-то. Полагаю, картина простецкая. Калинин под каким-то предлогом встретился со своим подельником Рыбином, потому что знал, что мы вышли на него. Если мы найдем его первыми, то он сдаст Калинина с потрохами. А тот просто пришел и увеличил дозу досмертельной. Спасибо. Машину почему Калинин бросил? Или понимал, что ее уже разыскивают, или хотел, чтобы мы начали подозревать Рыбина, а его, Калинина, чтобы мы считали жертвой, например. Путано. Бросить машину с документами, рядом с трупом, это фактически признание. А может, он хотел признаться и решил с нами поиграть? Не исключено. Так, пришли результаты запросов по Калинину. Выявлено, что он занимался установкой новой системы безопасности на химзаводе, там, где работал убитый Рыбин. И полгода назад он контролировал инсталляцию медицинского оборудования в Малаховском интернате. Там, где нашли задушного пациента подростка? Да, именно. Остались какие-то сомнения? Вот почему я помню, как неприятно признавать, что ты прав. Черт, Паш, ну ты прав. Ты прав. Спасибо. Лик, выглядишь расстроенней. Что-то случилось? Лик! Все мои идеи провалились. Я верила, что Калинин не виновен, но... все улики против него. Я пыталась выяснить, по какому принципу он отбирает числа. Мне отказали даже в запросе к программистам. Я думала, что есть геометрическая связь между местами преступлений, но здесь тоже ничего не связывается, и я уже теряю не только память, но и интуицию. Эй! Эй, нет, нет, нет! Я верю твоей интуиции, верю в больше, чем в себя. Ты замечательный специалист и отличный исследователь. И я уверен, что твои идеи оценят по достоинству. Угу. И вообще, зачем ты просишь помощь у ваших горе-программистов? У тебя есть свой личный хакер. И на секундочку, лучшая тишня года. Ну так. Знаешь, как сделаем? Ты мне скажешь, что именно ты хочешь просчитать, а я подберу для тебя алгоритм. Да? Апельсинка? Ну, одна только. На витамин С. Открой! Открой, мне надо поговорить с тобой! Я знаю, что ты нова! Открой! Ты не можешь стать, моя прощадка! Ты думаешь, что ты какой-то отходный? Ты великая твоя отходная! А ты знаешь, что мне платили? Платили за то, что я спала с тобой и много платили! Открой! Ты предатель! Ты предатель! Ты предатель! Ты предатель! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Доброе утро! Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать! Держи. Ты понимаешь? Что? Беседина! Беседина, быстро ко мне! Держи. Папа! А! Пап! Привет! Привет-привет! Ты как? Слушай, мы с Лигой собираемся на пару месяцев в отпуск уехать, может, чуть больше? Я тут несколько вариантов сидел и присмотрел. Мне никто не нужен! Пап, я тебя прошу, не капризничай, ну, мы все заслужили отдых. Вот смотри, вот, Наталья, сорок пять лет, по профессии театровед, будет о чем поговорить. Леня! Ты же понимаешь, что ты так ничего не решишь. Но это же бегство. Все равно придется вернуться и решать проблемы. Они никуда не денутся, Леня! Или ты вечно собирайся притворяться, что у нас в семье мир да любовь! А ты решаешь проблемы? Ты же сидишь здесь, в полном одиночестве, что ты делаешь? Ты же меня не слушаешь совсем. Ты не боишься без таблеток слечь совсем, а? Или умереть от голода? Ну, ответь, пап! Пап, ну, не надо надо мной так издеваться! Пап! Впрочем, все как всегда. Ну, что, Бесядина, ты уже в курсе? Ты читала последний выпуск? А в интернет заглядывала, там еще хлеще. Сенсация! Что бы я! Скандал! Вот старший следователь Беседина ведет расследование, имея психиатрический диагноз. Провалы в памяти невменяемые. Страдает от припадков, возглавляет группу и одновременно дружит с маньяком. Произвол и превышение полномочий. Полюбуйся. Я сейчас вам все объясню. Ты лучше мне скажи, что все это от первого до последнего слова ложь. Что ты не наврала мне, что не подставила перед руководством, что не выставила меня полным идиотом. Ты понимаешь вообще, что ты меня под трибунал подводишь? Простите меня, пожалуйста. Ах, простите! Значит так, я отстраняю тебя от следствия. Нет, я запрещаю тебе появляться в отделе. И до тех пор, пока ты не пройдешь все комиссии, и не принесешь мне справку, что ты полностью здорова, что ноги твоей не было в комитете. Владимир Сергеевич, дайте мне завершить это дело. Отставить бабские штучки! Свободно! Добро пожаловать! О, додумался, молодец. А со мной находка не обязательно делиться, я же все равно все забуду. Ты иди напрямую к Харитонову и не стесняйся, попроси повышения. Беседник, ты чего? Я же для тебя распечатал. Ну да, сначала он не верил в твою теорию, а потом вспомнил, что видел таких же кукол на видео допроса свидетельницы Верешевой. Любовница своей отнеси. Может, еще пару статей к черканет. Глядишь, большим начальником станешь. Лика. Не смей мне звонить и домой заявляться. Предатель. Ой! А я решил пораньше подъехать. А ты как чувствовал, и не опаздал. Все, все, все бессмысленно. Это какая-то черная дыра. Я не могу, я не могу. Так, спокойно, спокойно. Пойдем в машину, по дороге разберем. Все, я не пойду, я не поеду. Я не поеду ни сейчас, ни в отпуск. Пожалуйста, не хватит расприжаться, как куклы. Я тебя прошу, пожалуйста, спас меня в покое. Уходи. Надеемся. Субтитры сделал DimaTorzok Маршрут построен Субтитры сделал DimaTorzok Я не стрелял! Я не самоубийца! Я не хочу умирать! Помоги! Не отключайся, Глеб! Не отключайся, Глеб! Держи! Он все подстроил! Кто он? Кто? Глеб, Глеб! Нет, нет, нет! Глеб! Глеб! Не отключайся! Глеб! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, он боялся человека, которого знал. Боялся настолько, что не мог сказать открытым текстом и оставил скрытое послание. У вас есть информация, кто этот человек? Его кредитор? Нет, я полагаю, что это серийный убийца, которого мы ищем. Думай, что говоришь! Анжелика, давайте обойдемся без домыслов. Сейчас вы выступаете в качестве свидетелей и отвечаете на мои вопросы конкретно. Рассказывайте только о фактах, событиях, которые вы лично наблюдали. Калинин. Калинин олицетворяет собой восьмой Крукадо Паданте, обольститель и вор. Черт и вонзает в него багры, потрошат внутренности. Он обречен снова и снова умирать в одиночестве и изгнании. В каком-то смысле мы уже все находимся в этом году. Какого хрена ты поехала сюда одна? Сложно было бы позвонить. Если бы я приехала чуть раньше, буквально на десять минут, он был бы жив. Он все равно бы застрелился, Лика, с тобой или нет. Здесь все детали указывают на самоубийство. Оружие в руке, угол выстрела, отсутствие следов борьбы. В доме вообще нет никаких следов, кроме Калинина. Он сам загнал себя в угол, понимаешь? Сам загнал себя в эту ловушку. Помогаешь Харитонову триумфально закрыть дело? В его мобильном есть видео с признанием во всех убийствах. Мне нужно это увидеть. Исключено. Улики уже увезли в отдел, а тебе там появляться запрещено. Мне нужно это увидеть. Поезжай домой. Встречаемся в офисе через час. Там уже никого не будет. Если что, скажешь, что я тебе угрожала скандалом и взяла в заложники твою совесть, которой нет. Чей это дом, на кого зарегистрирован? Недострой далеких времен. Владелец нехто ручков. Ищем, но связь не прослеживается. Скорее всего, Калинин случайно укрылся в этом месте. Просто, просто нашел спасибо. Нашел подходящее место. Мне требовалась система. Я делал ставки по книге Данте. Выбирал картинки с иллюстрациями. Иногда мне везло, но чаще нет. Когда нет, то я приходил в бешенство. Я не мог страдать один. Мне нужна была компания в моем личном аду. Но теперь все кончено. Я хочу переписать финал. Я хочу, чтобы это закончилось здесь и сейчас. Я больше не хочу убивать. Я прошу моих коллег помочь моей жене Татьяне. Она ничего не знала. Таня, я виноват перед тобой. И что бы я сейчас ни сказал, это никоим образом не сможет оправдать меня перед тобой. Таня, будь счастлива без меня. Прощай. Он стреляет не по телефону. Он стреляет в кого-то за телефоном. Лика, ну ты совсем, что ли? Ну как этот воображаемый кто-то поставил ему заряженный пистолет? Ну совсем, что ли, супа? Выжий звук! Вспомни академию, стендовую стрельбу. Холостой, более басистый, раскатистый. Боевой резкий, глухой, Паша, ты пустышка. Лика, предположим, что убийца после заменил патроны на настоящие, убил Калинина и имитировал его самоубийство. Лика, с таким звуком, как на этом телефоне, и с таким эхом, как в этом помещении, это абсолютно недоказуемо. Смотри, ты видишь? Там тень, он не один в этом помещении. Да там может быть что угодно, Лика. Что? Привидение! Пойман и с поличным, значит. А я еще расстраивался, что документы забыл к завтрашнему совещанию в главке. А тут вот оно что. Все, значит, не зря делается, только к лучшему. Владимир Савельевич! Тоткнись! Распустились совсем. Да тут после любой проверки не только весь отдел. Тут я к Данте полечу со служебной лестницы. Беседина, ты уволена в запас. Так и быть, по состоянию здоровья. Без сохранения права на ношение оружия и формы. Еще раз увижу тебя в отделе, отдам под трибунал. И обоснование найдется. Владимир Сергеевич! А с тобой! Завтра разберемся. После сдачи рапорта. Что я мог сделать? Хочешь, завтра в отставку подам? А Харитонову морду набью напоследок. Ничего ты не сделаешь. Не герой ты. По расследованию на завтра. Пробить владельца дома, где погиб Калинин, Ручкова. Проработать версию девятой жертвы. По числу кругов ада. Проанализировать, откуда у большинства убитых взялись куклы. Кого я обманывала? Я больше не занимаюсь следствием. Мои идеи к черту никому не нужны. Купи себе платье и проведи этот день с мужем. Он у тебя чудесный. КОНЕЦ 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 Ты хотела, в отпуск и поехали. Хоть завтра куда угодно вдвоем. Правда? Ты не шутишь? Как я тебя люблю. Субтитры сделал DimaTorzok По расследованию на завтра пробить владельца дома, где погиб Калинин Ручкова, проработать версию девятой жертвы по числу кругов года, проанализировать, откуда большинство убитых взялись в руках. Кого ты обманала? Я больше не занимаюсь следствием. Мои идеи к черту никому не нужны. Купи себе платье и проведи этот день с мужем. Он у тебя чудесный. Купи. 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 Приехал на работу. Срочно улаживать и организовывать нашу поездку. Люблю тебя, готовься. Твой муж Леня. Купи. 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 Это… Какой-то абсурдный сон. И я думаю, что вот может он сейчас закончится. И все начнется сначала, с нуля. Лика, а Глеб? Глеб не убивал. Я уверена. А почему они сказали? Не верь. Ты же знала его. Неужели он был способен на такое? Я смотрела видео, которое он записал перед смертью. И он признается тебе в любви. И он просит у тебя прощения. И единственное, чего он хочет, это чтобы ты была счастлива. Почему он покончил с собой? Он этого не делал. Его просто подставили. Ты найдешь того, кто это сделал? Пожалуйста. Я постараюсь. Я могу поклясться, что раньше у меня этого в кармане не было. Наверное, Глеб был здесь и оставил это. Это его почерк? Да. Что за ключ? Ты знаешь, от чего он? Когда мы жили в городе, у нас был гараж. Я не знаю, но, может быть, этот ключ от него. Мы давно им не пользовались. Почему не поехала, не проверила, что там? Я боюсь того, что я могу там найти. Хочешь, чтобы я это сделала? Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Семнадцать, восемнадцать, восемнадцать. Откройте! Откройте дверь! Откройте дверь! Откройте дверь! Черт! Помогите! 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 П stromatологию. Это десять. Чтобы стараться, каждый человек не могу поможем тек audience видеть они. Эта псих anonymous в первом плане! Продолжение следует... 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 Рита, вы же понимаете, что не я сбила Пашу? Уже три часа оперируются. Так страшно. Он выкарабкается, он сильный. А вы думаете, я одна такая беспринципная? Ваш муж Леонид, он платил мне за то, чтобы я спала с Пашей. Рано или поздно вы бы все узнали. Решили, что он сливает мне информацию и потеряли бы к нему доверие. И за статьи Леонид тоже платил мне. Присылал мне фотографии и медицинские заключения в качестве доказательств. Он делал все для того, чтобы вас отстранили от дела. Если не верите, то вот, это диктофон. Я втайне от него записывала наши разговоры. Послушайте на досуге. Мне надоело ждать. Ее должны выгнать завтра. Дай мне что-то беспроигрышное. За эти деньги, что я тебе плачу, нужно постараться. Операция прошла нормально, состояние тяжелое. Но прогноз благоприятный. Вы куда? Извините, мне пора. Леонид! Нам надо поговорить! Что происходит? Что происходит? Стойте, пожалуйста! Стойте! Стойте! Стой, стой, стой! Поехали! Куда? Я не помню. Поехали! Хорошо, хорошо. Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! Привет. Тссссс. Давай только без криков. Сейчас будем пить чай. Папин любимый. Перчатки не терял? Я тебе принесла. Да. Спасибо. Пожалуйста. За что ты его убил? Убил? А! Сердечный приступ. Через много-много дней, когда его найдут, наркотиков в крови не будет. Впрочем, какие следы от укола? Укола метилфенедатом, который ты брал у Рыбина? Точно. Ты хорошо зазубриваешь свои записи. Зачем ты убил отца? Он мне не отец. Ты знаешь, как он меня назвал? Чудовище. И пожелал мне гореть в аду. А на самом-то деле ада достойен абсолютно любой человек. И я ему это доказал, воссоздав иллюстрации из его любимой книги. Ссылки на страницы, нонограмма с обложки белой одежды, идеальные пропорции, эстетики, драматургии и театральности. Ну, старый хрен ничего не понял. А разве он не догадывался, что он девятая жертва? Отступник и предатель, если не ошибаюсь. Он предал меня еще в детстве, не разрешал трогать куколы. Даже близко подходить запрещал. Они были для него всегда важнее, чем я. Они. Какая же ты у меня умница, родная. Ты на самом деле не представляешь, как сложно было отследить историю покупок. А вот распределить их к владельцам по кругам ада вообще элементарно. Каждый подходил под любой грех. Ну, почти. Представляешь? Невкусно, не пей. Остыл. А что дальше, Лен? Поедем путешествовать. Ты забыл? Я придумал для нас новое приключение. Для папы спектакль прошел отлично. Разве нет? Папа, спасибо. Ты свободен. А если хочешь, на самом деле, можем создать что-то свежее, оригинальное, специально для тебя. Спокойно. Не надо дергаться. Будет больно. Молодец. Молодец. Все. Все. Посиди. Резко вставать не надо. Не вставай. А это тебе совсем не нужно, тем более никто не звонил. Все. Все хорошо. Ты уже готова, Роман. Можем ехать домой? Ну, извини, я должен был перестраховаться уколом. Ты же у меня такая темперамента, непредсказуемая. К тому же, с сегодняшнего дня официально сумасшедшая. В припадке ревности сбила своего идиота-напарника. Он, кстати, как там, не знаешь? А? Не знаешь? Чего молчаешь? А? Лика. А ты не знаешь. Ну, ладно. Надеюсь, сдох. Как ты заставил Калинина сделать признание? Так он же мне доверял. Я был так добр и щедр к нему. Давал деньги взаймы и взамен не просил ничего. Вот. А когда кредиторы его в конец достали, я же ему предложил идеальное укрытие. Я ему пообещал, что после этой видеопостановки его никто искать не будет. Все поверят в самоубийство. И он начнет новую жизнь с чистого листа. Без долгов. Он, к сожалению, рано узнал об обмане. Узнал об убийстве Рыбина. Ну, как убийство. Тоже так устранил мелкую помеху. Ну, Калинин-то занервничал. Пришлось поднадавить. Заставить его актерствовать. Его. Ты не представляешь, там, чтобы записать что-то внятное, понадобилось семь дублей. Что? Было хорошее. Зачем? А ерунда. Мои инструменты, заготовки. Улики, как вы выражаетесь, я успел все уничтожить. А этот идиот решил меня переиграть. Оставил своей курице ключ. Думал, что вернет себе честное имя, если вдруг я его убью. Наивно. Ну, зато какая забавная шутка вышла, когда я тебя захлопнул в этой клетке, а? Ну, согласись. Ну, Ленька. Ну, Ленька, улыбнись, 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 улыбнись. Ну, вот, вот. Эй, обожаемая, не отключайся, давай сейчас приедем уже. Почти приехали. Ох, какой же все-таки подарок с судьбой. Какое счастье, это твоя амнезия. Так, нет, убавь надо снять. Иначе мы запачкаем нашу постель. Это нельзя. Что бы произошло? Завтра ты уже ничего не вспомнишь. А я подкорректирую нашу предысторию, твои записи, чтобы ты не вспомнила ничего лишнего. У тебя снова будет идеальный муж, идеальная семья, идеальная жизнь. Даже лучше прежний. А ты... Чего? А ты дай, пожалуйста. Сейчас принесу, сейчас. Люжи, дорогой, Люжи, тебе нельзя двигаться. Отдыхай. Мой муж серийный убийца. Он нам там брал телефон и хочет увезти и меня, и страны. Утром нельзя дать понять, что я знаю. Я следователь. Я должна его арестовать. На, на, дорогая, на водичку. На, попей. Ну как, ты же хотела. Да надо попей. Не. Надо. Совсем не хочешь, да? Двенадцать часов. Доброй ночи, дорогая. Ты мне что-нибудь скажешь? Конечно скажу. Конечно. Мой любимый Ленечка. Доброе утро, Лика. Я твой муж Леонид. Ты потеряла память. И теперь я... Каждое утро заново рассказываю тебе, как я тебя люблю. Сегодня чудесный день. Знаешь, почему? Во-первых, мы проведем его вместе, а вечером летим путешествовать. А, завтрак. Догоняй. Мой муж серийный убийца. Он отопрал телефон и хочет увезти меня из страны. Мой муж серийный убийца. Он отопрал телефон и хочет увезти меня из страны. Лика, ты где? Лик, что ты делаешь? Я иду сейчас! Доброе утро! Доброе утро, милый. А где мой телефон? Так ты его потеряла вчера. Не волнуйся, куплю тебе новый. Цветы сейчас вазу дам. А куда мы едем отдыхать? О, а это сюрприз. Еще не знаешь, но ты очень и очень любишь сюрпризы. А можно кофе? Да. С молоком, как обычно? Да. Ага. Так. А где у нас молоко? Ага. Как же ты мне надоел. Со своим следствием. Со своим недоверием. Такой завтрак испортила. Это больно. Ну, куда ты? Лик, ты куда? Лик, ты куда? Я уже тебя болею. Все. Все, милый. Все. Больше не было. Все. Молодец. Ну, ведешь себя все равно плохо. Ты наказана. Будешь теперь наказана. Нельзя так себя вести. Нельзя. Давай ручку. Давай. Пойдем. Давай. Вот. Вот. Не надо кричать, а то мне придется заткнуть тебя навсегда. Следователь Месядина закончила жизнь самоубийством. Ты же этого не хочешь. Скажи, что ты меня любишь. Скажи. Любишь. Хочешь поиграть? Давай. Пойдем. Давай. Догоняй меня. Догоняй. 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 Д vector на зап Beruf. Д isiqué о styling ее Wiseau, не джаз일. Догореки. Д verification. Демон! Д排ает з Watch out for the clay, ¡ propose любous rain! Ну не мозгу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это потрясающая лика. Я так рада. Да, я помню почти все, что было вчера. Как я упала, ударилась головой, потеряла сознание и проснулась здесь. И уже вспомнила все сама. Про Пашу, про вас, про следствие, про Леонида. Хотя, конечно, лучше этого не помнить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочка, если ты читаешь это, значит, меня уже нет. Меня убил Леоня. Что ж, я сам виноват. Я знал обо всем, он мне рассказывал. Хвастался своими жуткими кругами ада. Говорил, что устроил все ради меня. Доказать, что мы все теперь погибнем в этом адском пламени. Сначала я, конечно, не поверил. Потом боялся за тебя. Леоня пообещал, что если я буду действовать, он расправится с тобой. Леоня знал, как я люблю тебя. Леоня, ты стала мне дочерью, ребенком, которого у нас с женой никогда не было. Дело в том, что Леоню мы усыновили. Милиционеры спасли его во время рейда по каким-то притонам. Он чурался людей, играл только куклами на задворках театра. Отрывал им руки, поджигал, калечил. Леоне было одиннадцать, когда верой не стало. Он стоял, если бы быстро посмотрел, как она умирает от приступости на кардине. Не вызвал скорую. Именно тогда я сорвался и кричал, что я его ненавижу, что он должен загореть в аду. Я виноват. Я так и не смог его полюбить. Я всю жизнь его боялся. Я так надеялся, что любовь к тебе его излечит. Когда он встретил тебя, он будто воспрял. Стал ко мне внимательнее, стал помогать куклами. Я верил, что все исправится. Но вышло наоборот. Береги себя, моя милая. Прощай. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Беседина. Чё тут делаешь? Охраняю твой покой и сон. А я что-то пропустил? Плохо помню, что случилось. Я тебе всё подробно расскажу. Я поймала настоящего сиренника. И спасибо тебе большое за это. Но о свиданиях с мужем и прочих поблажках даже не проси. Он содержится строжайшим образом. Какие свидания? Я не хочу его видеть. Я хочу подготовить документы для прокуратуры, чтобы на суде он получил максимальный срок. Я подпишу приказ. И давай уже Беседина. Возвращайся на работу. Но в отделе тебя очень не хватает. Продолжение следует... Женись на мне. Идём в твой покурат. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok